Привет! В последней неделе только ленивый не говорил о внедрении системы автоматического списания долгов. И в каждой новостной ленте, в каждой заметке чувствовалось то, что нас накачивают, нас запугивают этой системой. И у меня по прочтению таких публикаций сложилось ощущение, что уже завтра за мой долг в 100 гривен начальник ЖЭКа может пойти спокойно заблокировать мои карты и списать оттуда все долги, которые он посчитает нужным. Но вот вопрос, а так ли это на самом деле? Действительно ли введена система автоматического списания долгов? И страшна ли эта система для нас, как, ну, откровенно говоря, должников перед коммунальными службами? Друзья, нет, ничего такого страшного не произошло. У нас не появилась система автоматического списания долгов. У нас просто ускорилась существующая процедура. Если упростить, то действующая до 2021 года схема списания долгов выглядела следующим образом. Коммунальные службы шли в суд, получали решение суда, получали исполнительный лист, потом с этим шли в исполнительную службу, и там исполнитель, государственный исполнитель, либо частный исполнитель уже выносил постановление, а для этого нужно было ему сесть за компьютер ручками, написать, что открывается исполнительное производство, накладывается арест, распечатать этот листик, поставить на нем подпись. И уже на этом этапе многие исполнители уставали и шли отдыхать. И отдыхали они, как правило, очень долго. Ну, кто сталкивался с исполнительной службой, знает, как они быстро работают. И вот потом, когда он уже отдохнул, он брал этот листик подписанный, ставил печать, рассылал запросы по банкам, по другим организациям, пытаясь выяснить, а какое же у вас есть имущество, а где у вас счета открыты. Но рассылал же он, мы понимаем, он не пошел и в тот же день все отправил, он пока передал в канцелярию. Пока в канцелярии нашлись деньги на отправку этих писем, письма дошли, пока организации, у которых запрашивали информацию, ответили, пока эти ответы дошли до исполнителя, ну вы уже устали ждать, да? А это же еще не закончилась, да? Вся история. Как мы понимаем, история достаточно долгая, очень длительная процедура взыскания долгов. И вот просто эту процедуру упростили, сделали ее более быстрой. Теперь исполнитель, имея на руках решение суда, имея исполнительный лист, он садится за компьютер, вносит туда нужную информацию и сразу же эта информация автоматически передается в банке. И сразу же ему приходит ответ из банка, он в принципе в один день может сделать то, на что уходило несколько месяцев. Но это не автоматическое списание долгов. В любом случае, если у вас есть долг за коммунальные услуги, какие-то еще долги, вы должны понимать, что просто так заблокировать ваши счета, списать деньги никто не может. Для этого нужно либо решение суда, либо исполнительная надпись нотариуса. Нужны определенные действия со стороны исполнительной службы. То есть должно быть открыто исполнительное производство. Должен быть наложен арест на ваше имущество. А не как нам пытаются представить в прессе, что это оп и все, автоматически у вас заблокировали счета и списали долги. Поэтому, друзья, запомните, введена не автоматическая система списания долгов, а просто существующая процедура несколько ускорилась. И если уж так сложилось, что у вас появились долги за коммунальные услуги, либо же за кредиты, либо еще какие-то долги, вы должны понимать, что теперь процедура упростилась, и с вас взыщут, и до ваших денег доберутся гораздо быстрее, чем раньше. Но никакого автоматического списания по решению просто вашего кредитора, того человека, той организации, которой вы должны деньги, не будет. На этом все. Желаю вам, чтобы у вас не было долгов. Всем удачи. Пока. Пока.